Привет! Этот курс называется «Привет. Девопс». Но кто этот таинственный мистер Девопс, который нужен всем? Обычно, когда говорят о Девопс, у нас бывают ассоциации с символом перевернутой восьмерки, появляются мысли о чем-то невообразимо сложном и дорогом, а о дополнительной солидности разговору придают названия вроде Ansible и Terraform, Docker и Kubernetes, Prometheus и Grafana, GitHub и Jenkins. И да, это часть правды, что это может быть и сложным и дорогим, но может быть также и экономным и не таким сложным в понимании. Все зависит, как именно подходить к поставленной задаче. Ведь гвозди можно тоже забивать экскаватором, и это тоже и сложно и дорого. Давай расскажу тебе сказку о разработчике Максе, который познал Девопс со многих сторон. Он начал со скромного стартапа со своего простого приложения, которому не требовалась большая инфраструктура. Но по мере развития своего проекта и расширения возможностей предоставляемых продуктов, Максу приходилось использовать разные инструменты и менять подходы, чтобы успешно противостоять вызовам, которые появляются на разных этапах жизни его стартапа. Эта история представляет собой очень общий обзор Девопс-ландшафта, того, как все эти инструменты вписываются в инфраструктуру и в рабочие процессы разработки. К концу этой истории у тебя появится понимание, что такое Девопс и зачем все это, если у тебя до сих пор его еще не было. Окей, разработчик Макс однажды проснулся с идеей изменить свою жизнь и ту часть мира, до которой он сможет дотянуться. Итак, он решил создать веб-сайт, на котором любой желающий мог бы разместить заказ на отправку посылки на ракете на Луну. Как я сказал, Макс это разработчик, не бизнесмен. Поэтому он не стал проводить проверку концепции, определять целевую аудиторию и проводить исследования и опросы. Он просто взял свой лаптоп, открыл любимый редактор кода и начал писать программу. Спустя какое-то время и несколько литров кофе у него появилась готовая первая версия продукта и пришло время показать ее остальному человечеству. Но как это сделать? Его код работает только внутри ноутбука Макса и в данный момент он доступен по адресу http localhost 8080. Даже если Макс найдет способ поделиться ссылкой со всем миром, после отключения лаптопа никто не сможет воспользоваться его приложение. Получается нам нужна система, которая никогда не выключается. Итак, Максу нужен сервер. Это может быть или физический сервер в центре обработки данных или виртуальный сервер на каком-то специализированном хостинге или виртуальная машина в облаке. Особой разницы здесь нет. Макс копирует на него код и запускает свое приложение. Но просто положить код в файловую систему сервера совсем не значит развернуть это приложение. Обычно мы не можем запустить приложение в системе, просто скопировав в нее код. Сначала нам требуется настроить этот сервер, чтобы он имел возможность запускать данное приложение. Например, если приложение написано на Python, то на сервера должен быть установлен этот язык программирования. Если на Java, то должна присутствовать ее среда выполнения. Еще приложение может использовать какие-то дополнительные библиотеки или пакеты. И они должны быть установлены в систему сервера и иметь точно такие же версии, которые подходят приложению. Теперь все настроено, а приложение запущено и работает на сервере. У сервера есть IP-адрес. Таким образом, приложение доступно по этому IP-адресу. Максу не очень это нравится, и он хочет, чтобы пользователи знали его сервис не по цифрам, а по имени. Поэтому он покупает доменное имя и сопоставляет его со своим сервером. Макс разрабатывал свое приложение на своем ноутбуке. Это стало его средой разработки или Development Environment. А сервер, на котором он развернул приложение, стал его производственной средой или Production Environment. Окей, все готово, и теперь пора остальному миру узнать о проекте Макса. Итак, Макс написал пост о своем сервере и разместил его во всех соцсетях и мессенджерах. И через некоторое время веб-сайт Макса стал известен, и у него уже тысячи пользователей, посещающих сайт и заказывающих ракеты на Луну. Давай рассмотрим рабочий процесс или workflow у Макса. То есть, как именно он производит свой продукт в данный момент. Этот рабочий процесс включает в себя этап разработки, когда Макс пишет код на своем ноутбуке, этап сборки программы из исходного кода, это происходит там же в Development Среде, этап развертывания, когда код перемещается на сервер, то есть помещается в Production и там исполняется. На этапе разработки Макс пользуется своей любимой IDE, скажем это Visual Studio Code. Код написан в текстовом формате. Обычно такие текстовые файлы напрямую не исполняются сервером. На одном из этапов программа преобразуется в бинарный формат, который машина уже может исполнить. В Windows это называется исполняемым или Executable файлом, в Linux это называют обычно двоичным файлом, но суть одна. Преобразование кода из текстового в двоичный или исполняемый формат называется сборкой кода или Building. Это может делаться вручную или при помощи специальных инструментов, таких как Setup Tools для Python или более универсальных, таких как Mevan, которые могут работать с несколькими языками. Для работы подобных инструментов требуется настройка. Макс пишет сценарий или скрипт Build.sh, который вызывает эти утилиты сборки, после запуска которого он получает обновленное и готовое к запуску приложение. После сборки Макс отправляет исполняемый файл в производственную среду, то есть на свой удаленный сервер и запускает его в этом продакт окружения. Это называется этапом развертывания. Итак, рабочий процесс Макса простой трехэтапный процесс и это самая база и обычно без этих стадий вообще не обойтись. Но даже в рамках этих трех этапов может быть очень много вариаций, различных способов реализации и инструментов работающих с этим. Давай пока не будем погружаться в детали, а оставим это максимально простым. Окей, у Макса все прекрасно работает. Ресурс становится популярным, пользователи заходят на сайт и пишут форму обратной связи, что они хотели бы дополнительной функции. Для этого Макс берет своих друзей в качестве дополнительных разработчиков. Теперь каждый работает в своей собственной среде разработки, но код приложения, над которым они работают, один для всех. Они копируют свой код в центральное хранилище, когда считают, что он готов. Но это очень неудобно, поскольку они могут одновременно работать над одним и тем же участком кода и наступать друг другу на пятки. Работа в команде над одними и теми же файлами в одно и то же время неизбежно создает конфликты. Максу нужно решение, которое поможет в совместной работе создаст какой-то порядок и единый подход в работе с кодом. Именно здесь появляется гид. Он помогает всем разработчикам работать над одним и тем же приложением в одно и то же время и делает это сотрудничество эффективным. Каждый участник команды устанавливает и настраивает гид на своей машине. Теперь он может легко получить последний код из центрального гид-репозитория с помощью команды git pull. Далее добавить свои собственные изменения и отправить их обратно с помощью команды git push. Сам код теперь не лежит на сервере хранилища, а располагается на GitHub в централизованном облачном концентраторе. Это высокодоступное и надежное хранилище. Теперь актуальный код доступен в любое время разработчики могут всегда туда обратиться и они будут уверены, что работают с последней версией кода приложения. Таким образом, гид это сама технология работы с исходным кодом, а гид-хаб публичный хаб, который реализует в себе эту технологию. Гид-хаб дает много удобств. Например, мы можем настраивать организации и пользователей для проектов, определять разные права доступа для разных пользователей, управлять их данными для доступа, включаем и токенами. Еще есть огромное другое количество полезных вещей. Гид-хаб был первым среди таких публичных концентраторов, но он не единственный. Есть другие подобные платформы, например, GitLab или Bitbucket. Итак, еще раз, гид это инструмент командной строки и базовая технология, которая позволяет управлять версиями кода и сотрудничать между несколькими разработчиками. Гид-хаб это общедоступный репозиторий кода на основе гид, куда мы отправляем свой код и который там хранится. У него есть веб-интерфейс, через который мы можем пригласить новых разработчиков. Мы можем управлять своим проектом, решать проблемы и конфликты, возникшие внутри проектов, создавать документацию к коду и так далее. Что там у Макса? В его проекте есть четыре разработчика — Git и GitHub. Проблемы совместной разработки решены, однако им по-прежнему нужно вручную перемещать код в производственную среду для развертывания. Снова приходится меняться. Предыдущий рабочий процесс включал разработку кода в собственной среде разработки, затем сборку кода в исполняемый пакет и последующее развертывание его в рабочей среде. Но с несколькими разработчиками код необходимо создавать не из локальной среды разработки, а из места, где находится последняя актуальная версия кода с изменениями, которую внесли все разработчики. Таким образом, сборка на локтопе больше не работает, поскольку отдельный ноутбук может не иметь всех последних изменений. Имеет смысл перенести операцию сборки на специальный сборочный сервер, который получает последнюю версию кода, то есть ту версию, что находится на GitHub и выполняет ее сборку перед передачей в Prod. Но раньше, если что-то работало не так, разработчик мог это все быстро увидеть и поправить. Теперь же запускать эти новые собранные отдельно сборки сразу в производственную среду стало опасно, поскольку увеличивается риск появления новых ошибок или поломки того, что хорошо работало раньше. Макс решает, что хорошо бы проверять работоспособность каждого такого билда в тестовой среде. Теперь у Макса уже 4 среды. Development, Build, Test и Production. Итак, вот как теперь выглядит его рабочий процесс. Каждый разработчик пишет код своей среди разработки на своем компьютере. Далее отправляет его на GitHub, затем Макс вручную копирует код на сервер сборки, там код транслируется в исполняемый файл, а затем вручную этот исполняемый файл копируется на сервер тестов. Затем Макс открывает приложение на этом сервере. Удостоверяется, что оно работает должным образом, что не возникло новых ошибок и что ни одна из подсистем, в которые вносились правки, не отвалилась. После он вручную копирует исполняемый файл в рабочую среду и разворачивает его там. Поскольку это трудоемкая ручная работа, в которой нужно быть предельно собранным и которая занимает много времени, то Макс решает делать такое тестирование и обновление с какой-то периодичностью. Скажем, новый код из репозитория будет отправляться на тесты и выкатываться на прот один раз в неделю. Однако это не очень хорошо принимается как пользователями, так и коллегами-разработчиками, потому что какие-то исправления или некоторые второстепенные функции могут быть сделаны быстро и им не обязательно ждать до конца недели, чтобы попасть в производственную среду. Также процесс ручного развертывания сам по себе занимает много времени, а по мере увеличения функций приложения и роста его кодовой базы это станет делать все труднее, а необходимость совместной проверки частей приложения будет возникать все чаще. Макс понимает, что чтобы иметь возможность выпускать функции быстрее и чаще и с меньшими ручными усилиями потребуется автоматизация и здесь на помощь приходят инструменты CI-CD. В сокращении CI-CD буквы CI это непрерывная интеграция, а CD непрерывная доставка или развертывание. Инструменты вроде Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, CircleCI или Azure DevOps помогают автоматизировать, эти ручные задачи и строить такие конвейеры для сборки, тестирования и развертывания кода. Каждый раз, когда код в репозитории меняется, он автоматически загружается из репозитория на GitHub на сервер сборки. Там собирается, затем исполняемый файл автоматически перемещается на тестовый сервер, там тестируется и при успешном тестировании он автоматически перемещается на боевой сервер, где автоматически развертывается. Всем этим процессом руководит вся CD-система, которая следит, чтобы все прошло как надо, а в случае ошибок поможет вернуть все в старое состояние. Использование такого подхода позволяет изменениям для функций и исправлением ошибок быстрее продвигаться по конвейеру и чаще развертываться с меньшими ручными усилиями, что в конечном итоге позволило Максу и его команде быстрее решать проблемы, выпускать функции в работу и делать своих пользователей более счастливыми. Окей, теперь у Макса наступил важный этап в жизни проекта. Они позволили своей команде после внесения изменений в приложение беспрепятственно переносить их на производственные серверы. Однако не все так хорошо, как хотелось бы. Ранее мы говорили о зависимостях и библиотеках, которые требуются соблюсти для запуска приложения в любой системе. Эти зависимости должны быть настроены на серверах точно так же, как и в локальных тестовых средах разработчиков. И это означает, что если разработчику требуется новый пакет системы, его необходимо вручную установить и настроить на всех серверах, на которых работает этот код. Это еще одна ручная задача. Если мы пропустим настройку хотя бы одного из требуемых пакетов или установим его с неправильной версией, это приведет к тому, что наше приложение полностью или частично откажется работать, что приведет к непредсказуемым результатам в разных системах. Вот тут появляются контейнеры. Мы можем упаковывать наше приложение в контейнеры или контейнеризировать их. Само приложение и его зависимости превращаются в образ. Такой неизменяемый пакет, который затем можно запускать в любой системе, не беспокоясь о его зависимости. Макс решил, что пора внедрить это на своем проекте. Теперь во время сборки он создает образ контейнера, внутри которого содержится бинарный файл приложения и требуемые для правильной работы зависимости. Теперь любые подходящие системы могут просто запускать контейнер из этого образа, не беспокоясь об установке и настройке этих библиотек для приложения. Одной из наиболее популярных технологий, которая позволяет работать с контейнерами, является Docker. При помощи Docker разработчик создает Docker файл, такой документ, в котором указана зависимость. Этот Docker файл можно использовать во время стадии сборки для создания образа, а затем этот образ можно будет загрузить и запустить на любом сервере с помощью одной команды Docker Run. Основная суть контейнера заключается в том, что он обеспечивает изоляцию между процессами. Таким образом, каждый контейнер является изолированным экземпляром, и это позволяет нам запускать несколько контейнеров, каждый из которых имеет свой собственный отдельный независимый экземпляр приложения на одном и том же сервере. Давай теперь посмотрим внимательнее на производственную часть. В настоящее время у него один-единственный сервер, но Max видит, что количество пользователей увеличивается, и иногда, в пиковые часы загрузки, пользователи могут чувствовать просадки производительности сайта. Max хотел бы иметь возможность добавлять больше серверов и запускать свое приложение на них всех. Теперь, когда он упаковал приложение в контейнеры, все, что ему нужно сделать, это запустить экземпляры этих контейнеров на дополнительных серверах. Но как сделать так, чтобы контейнеры запускались при увеличении количества пользователей и уничтожались при уменьшении нагрузки? Также Max хотел бы быть уверен, что если контейнер выйдет из строя, он автоматически восстановится. Вот в этом месте нашей истории появляются платформы для оркестрации контейнеров. Kubernetes – одна из самых популярных платформ для такой оркестрации, которая помогает описать, как контейнеры должны быть развернуты, и он гарантирует, что они всегда будут запускаться именно так, как было объявлено. Эта система может помочь в автоматическом масштабировании контейнеров, а также обеспечить надлежащее их размещение внутри своей базовой инфраструктуры, опираясь на потребности пользователя и наличие выделенных для управления Kubernetes вычислительных ресурсов. Проще говоря, он сам решает, на каком из серверов какой контейнер стоит запускать, чтобы кластер работал наилучшим образом. Окей, что там с рабочим процессом у Max? Сейчас разработчики отправляют код в центральной репозитории GitHub. Это событие подхватывает конвейер CICD, затем загружает код на сервер сборки, где собирается артефакт, а именно докер-образ приложения. Затем этот образ попадает в тестовую среду, где приложение проходит процедуру тестирования, и в конце пути, если все прошло успешно, контейнер разворачивается в производственной среде, где о контейнере заботится Kubernetes. Все хорошо, но по мнению Max, есть еще проблема, которая тормозит темп проекта. Низлежащая или базовая инфраструктура по-прежнему создается вручную. Каждый раз, когда в кластере или не хватает вычислительных ресурсов, или требуется вывести сервер на техобслуживание, Max приходится самому создавать новый сервер. Далее его приходится настраивать точно так же, как и все остальные узлы кластера. Ему должны быть выделены правильные ресурсы и выбрана правильная версия операционной системы. Также там может быть какое-то особенное хранилище или особенные настройки ядра. Еще это может быть дополнительное ПО, которое необходимо предварительно настроить. Например, такое, как среда выполнения докера или установленные компоненты Kubernetes. Все эти компоненты должны иметь одинаковую конфигурацию. Так что подготовка такого участника кластера является для Макса большой проблемой, на которую уходит много времени. Ему приходится смотреть уже работающие конфигурации, потом накликивать параметры новой виртуальной машины через графический интерфейс своей облачной платформы. Это очень выматывает, поскольку это занимает много времени и приводит к человеческим ошибкам. А при неправильной настройке инфраструктуры Максу придется все начинать сначала. К счастью, для провизжения облачных ресурсов есть специальные инструменты, например, такие, как Terraform. Terraform автоматизирует подготовку и настройку серверов независимо от того, на каких облачных платформах они находятся, а также может обеспечить установку и конфигурирование необходимого для работы ПО. Другая выгода от использования Terraform в том, что он может поддерживать сервера всегда в одном и том же состоянии, описанном нами. Если кто-то вручную изменит конфигурацию на этих серверах, то есть сделает это не через Terraform, то автоматика вернет все обратно. Terraform понимает текущее состояние сервера и желаемое состояние, которое Terraform должен обеспечить на сервере. Такое состояние описывается в специальном файле-манифесте Terraform, который выглядит, как ты видишь. Это фрагмент файла-манифеста, который описывает кластер Kubernetes, который предоставляет облако AWS. Кроме непосредственно кластера, там будут описаны сети, файрволы, аутентификация, словом, все, что мы настраиваем сначала на железе, а потом в софтферной части, когда делаем свой кластер. И да, это похоже на код. Вот именно поэтому, что это код, эта методика называется инфраструктура как код или Infrastructure as a Code. Здесь в виде кода может быть описано все, что угодно в облаке. То есть любые ресурсы, которые оно может предоставить, включая виртуальные машины, сети, хранилища и так далее. Теперь наше полное описание инфраструктуры хранится в виде кода в репозиториях исходного кода. Таким образом, его можно рассматривать как любой другой код, то есть отслеживать его изменения, вносить необходимые в него правки. После этого можно попросить Terraform заняться воплощением наших инструкций, а именно запустить команду Terraform apply. Когда серверы подготовлены, их настройку также можно оставить к Terraform, но чаще эту настройку проще передать другому инструменту, который называется Ansible. Terraform – инструмент с очень широкими возможностями, но он все же больше инструмент подготовки инфраструктуры, а Ansible – это инструмент автоматизации, который помогает настраивать эту инфраструктуру после подготовки. Обрати внимание, что во многих случаях области применения Terraform и Ansible совпадают. Оба этих инструмента могут подготовить инфраструктуру и автоматизировать настройку программного обеспечения на ней. Но у каждого есть свои преимущества в разных областях. В то время как Terraform используется в основном для создания, поддержания и уничтожения непосредственной инфраструктуры, Ansible используется для действий уже после этой подготовки, а именно для установки программного обеспечения и его настройки под эти серверы. Аналогично Terraform Ansible использует для своих действий код, который описывает желаемый результат. Это называется Ansible Playbooks, и этот код также хранится в репозитории исходного кода на GitHub. Окей, но Макс считает, что подготовка инфраструктуры это еще не все, что ему нужно. Он хотел бы понимать, что именно происходит с этими серверами в процессе их работы. То есть требуется получать информацию о состоянии ресурсов серверов, о их здоровье, а также о том, как ведут себя процессы на этих серверах. Это поможет лучше понимать, по каким принципам живет этот сложный организм, где его узкие места и принимать опережающие меры, чтобы предотвратить такие неприятные вещи, как высокую нагрузку центральных процессоров на серверах, чрезмерное потребление памяти, сетевые задержки, неэффективное потребление ресурсов и так далее. Вот здесь в работу вступают инструменты вроде Prometheus. Prometheus собирает информацию или метрики с разных серверов, накапливает их и централизованно хранит, чтобы ничего не потерялось. С этим у нас будет история того, как развивались события в нашей инфраструктуре. Но Макс хочет не только собирать. Он хотел бы иметь возможность и графической визуализации, поскольку человеку всегда легче анализировать наглядный графический материал. Здесь себе помощники Макс выбрал другой инструмент, который называется графана. Графана помогает разобраться в данных, собранных Prometheus, визуализируя их в виде диаграмм и графиков. Как видишь, система как бы совершила круг, пройдя путем от создания кода от разработчиков и вернулась к ним же с информацией о состоянии своего прода. Окей, собрав все вместе, то есть соединив все эти техники и инструменты, Макс и его команда смогли перейти от идеи к ее фактической реализации и сделать это в эффективной манере, последовательно побеждая все эти вызовы, которые возникают у любой компании в процессе производства программного обеспечения. Это сделало команду динамичнее и они теперь могут быстрее донести результат работы до своих пользователей. Также они не угадывают потребности пользователей. Они быстро получают данные от мониторинга и обратную связь на свой продукт, на его новые функции, просматривают их, проводят обсуждения и мозговые штурмы, придумывают новые идеи. Из этого возникает план на следующий цикл, который реализуется в коде, тестируется, выкатывается и повторяется снова на новом витке этой бесконечной восьмерки. После реализации всех подходов, которые задумал Макс, двигаться в этом ритме стало очень просто. Таким образом, любой отправленный код проходит через конвейер, где он автоматически собирается, тестируется и развертывается. Эти многократные выкатки на прот происходят каждый день. После развертывания нагрузок происходит отслеживание их состояния, а также от пользователей собирается больше отзывов, все это анализируется и цикл повторяется снова. И вот это то, чем является DevOps. DevOps – это сочетание процессов и инструментов, которые работают вместе и помогают быстрее бежать от идеи до ее реализации и делать это стабильно и устойчиво. То, что мы обсудили, это далеко не все. За скобками осталось отслеживание самих приложений, безопасность приложений и сопутствующего ПО, хранение артефактов, методологии взаимодействия и культура в команде и множество других тем. Макс, конечно, решит и их, но сделает это в другой части нашей сказки. А на этом история закончилась. Увидимся на курсе.